Третья книга царств, глава пятнадцатая Восемнадцатый год царствования Иерваама, сына Наватого, Авия воцарился над Иудеями. Три года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его — Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него. И сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урию хитиянином. И война была между Раваамом и Иерваамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авиейю и Иеруваамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В двадцатый год царствования Иеруваама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями, и сорок один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — она, дочь Ависалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса истукан ее и сжег у потока кедрона. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. И вышел в Аса царь израильский против Иудеи и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшиеся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слух своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавриимона, сыну Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске. И сказал, — Союз да будет между мною, между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим, вот я посылаю тебе в дар серебро и золото, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня. И послушался Венадад, царь Асы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авел, Беф, Мааху, и весь Кенеров по всей земле Нефалима. Услышал во всем, Мааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и дерева, которые Мааса употреблял для строения, и выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы, и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего, и воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иерваамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя иудейского, и царствовал над Израилем два года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в третий год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то и избил весь дом Иерваамов, не оставил ни души у Иерваама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию силамлянина. За грехи Иерваама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбления, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. В третий год Асы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце, и царствовал двадцать четыре года, и делал неугодное пред отчами господними, и ходил путем Иерваама, и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля.